здравствуйте всем значит город самара сквер имени родина митинг против повышения оплаты за проезд и за то чтобы вернуть все муниципальные автобусы под соответственно муниципальное предприятие которое было разорено лично дмитрием мазаровым пассажир автотранс самара ну что могу сказать народу пока немного сейчас вы сами все увидите я на митинг да ну как с вами просто пришел посмотреть давайте я в кадр да возьму а спасибо а планируешь какое-нибудь выступление каких-нибудь там мы из область полкома что-нибудь такое тип матвеева сегодня не планирует за вот у нас господа полицейские нас охраняют ну народ пока не очень мало много всего лишь одна лавочка посмотрим что дальше будет а 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 Уважаемый товарищ, я предлагаю начать наше сегодняшнее публичное мероприятие. Всех участников я приглашаю подойти поближе. Я тут на всю улицу, на всю воду, техно же, ведь ломается. Ну, для товарищей полицейских мы тоже объявляем, что у нас публичное мероприятие открывается и начинается. Ну, что сказать, уважаемые товарищи, я рад приветствовать всех, кто сегодня не побоялся этого мороза, кто сегодня пришел. В первую очередь я, конечно, хочу поздравить с наступившим днем студента, всех наших студентов, кто сегодня пришел на эту адпат. Сегодня наш митинг-пикет мы проводим в сквере Родина. Мы рассчитывали побольше чаще на то, что потянутся наши товарищи, студенты из ближайших техникумов, раздавали листовки. Но, к сожалению, мы учились на ошибках, мы поняли, что будем день, это довольно не самый лучший вариант для того, чтобы проводить пикетирование и митинги. Так что будем улучшить фашистов и дальше. Ну, а что касается дня студента, который у нас прошел 25 января, я думаю, все прекрасно знают. А поэтому наши власти приготовили замечательный подарок. Ну, это не только для днем студента, но и вообще в целом к нашему новому году 2019. Если 15 декабря мы с вами прощались с теми подарками, которые готовила одна власть, так все-таки эта власть нам их и приготовила. И с этого нового года она нам их и подарила. Ключевой целью сегодняшнего мероприятия мы выделяем именно то, что для всех жителей города Самары наша власть местная подготовила сюрприз, повысила стоимость общественного транспорта до 28 рублей. Маршрутки, как сами придасты, знаете, по 30 рублей. А хотелось бы напомнить, что 10 лет назад этот тот самый челлендж, который у нас гуляет в интернете, мы его тоже использовали. И в 2009 году стоимость общественного транспорта у нас был 12 рублей. Это для тех, кто забыл. Поэтому мы что наблюдаем за пуль тенденцией? За эти 10 лет власть повысила более чем в два раза стоимость общественного транспорта. Что ждать нам дальше? Это остается загадкой. Сюрпризы выбрифонов власть нам дает, конечно, не только по общественному транспорту, но и в целом все прекрасно знаем и по пенсионной реформе, подарок, который приготовила не для студентов, а для наших пенсионеров и приближающихся пенсионного возраста. Ну и по НДС, конечно же, стоит отметить очередной раз. Забавно, когда приезжаешь на запранкурс нефти, там написано, что повышение стоимости бензина связано исключительно с повышением НДС. Ну, конечно, смешно и грустно, но это мы картину наблюдаем. Поэтому сегодня мы здесь собрались в форме митинга-предитирования с главной целью того, чтобы в конечном итоге принять нам с вами резолюцию, и эту резолюцию направить, направить всем нашим многоуважаемым господам, которые сидят и в Белом доме, и в нашей местной администрации. Мы отправим нашу резолюцию и туда подальше, в Москву, чтобы и там они смогли прочитать и увидеть, что происходит у нас на местах, а конкретно в городе Самара. Сегодня мы послушаем наших товарищей из Новокубышевска, которые к нам приехали, они поделятся их ситуацией, которая происходит в городе Новокубышевске, с их общественным транспортом. Забегая вперед, скажу, новокубышевские власти чуть-чуть умнее, что ли, наверное, наших властей, если так, конечно, можно выразиться. Они пока не повышали стоимость общественного транспорта. А ведь почему? А потому что у них выборы. И все у нас так оно и получается, что от выборов к выборам мы живем лишь только одними обещаниями, либо только какими-то подачками, которые дает наша власть. А когда выборов у нас есть, власть нам предоставляет такие замечательные подачки. Вот, поэтому сегодня мы с вами собрались и обязательно это отметить. Что, как, почему и кто виноват. Но сейчас я хотел бы предоставить слово нашему товарищу, товарищу Аганезову Григорию, который является пресс-сектором Левого фронта. Это мероприятие проводится Ленинским комсомолом. Организатором этого мероприятия выступаю я. Фамилия моя Лендукова, зовут я Евгений. Это мероприятие поддержал и, конечно, наш товарищ Левого фронта, и поэтому я хочу предоставить вас. Давай. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Нас не было всего тут месяц. Вообще, я когда сюда шел, я думал, может быть, не выступать. Разве мы не знаем, что за наша власть? Разве мы не знаем, кому выгодно повышение цен на проезд? Разве мы не знаем, кто такая Лапушкина и кто такой Дмитрий Азаров? И я скажу, вот, сегодня, да, нас мало. Нас мало, но нам, я думаю, для того, чтобы выходить каждый месяц, может даже каждую неделю, нам нужно действовать. Нам нужно иметь четкий план действий, чтобы каждый раз нас было больше и больше. Вот сегодня мы уйдем отсюда. Мы должны будем рассказать своим друзьям, коллегам по работе, даже одногруппникам, чтобы они знали об этом. Потому что это касается каждого. Я вот сам, езжу на автобусах, люди говорят, да вот повысили проезд. Они говорят, ну это выгодно там частнику, да, это выгодно частнику, но нужно смотреть глубже. Это проблема системная, проблема в капитализме, в этой системе, аще человеческой. И давайте будем действовать так, чтобы ломать систему, любым путем. Хотелось бы также сказать, что нам нужно будет планировать акцию на март. Вы меня поддерживаете? Да! Да! Один из проповедственных блогеров после нашего социального марша сказал, что вот, деваки собираются ради проказухи, потому что мы ничего не хотим, мы хотим показать, что мы есть. Так давайте же скажем. Мы не уйдем! Мы не уйдем! Мы не уйдем! Мы не уйдем! Победа будет за нами! Спасибо большое за выступление, такое яркое. Хотел бы, конечно же, напомнить, что 15 декабря прошлого года, на этом же месте мы с вами проводили марш. Кстати говоря, важно этот момент отметить, что если 15 декабря власть наша разрешила нам провести демонстрацию, мы с вами вместе прошли с гробом, с которым, ну, с объектом похожим на гроб, с которым любой желающий мог оставить записку с пожеланиями, с подарками, которые приготовила нам власть. Вот. Эти моменты мы, конечно же, воспользовались. Мы прошли с вами шествуем, покричали. О нас написали огромное количество блогеров, огромное количество средств массовой информации. Отдельно, конечно, благодарность хотелось бы отметить Олегу Фиксу, блогеру, который запечатлел, доснял момент самого начала нашего шествия. Это самый, конечно, мероприятие за большим сомнительным. Мы писали, кому-то не лень брать мероприятие, брали видео с его ютуб-канала. В общем, о нас говорили, мы попали в топ-1 в яндекс новостей. Это было действительно бомбезно, это было круто. Но сегодня мероприятие, которое мы проводим, мы точно так же подавали уведомления о том, что мы хотим провести шеств. Мы приготовили, пока не буду говорить, что, потому что мы этот момент еще используем. Тоже интересный сюрприз, так скажем, но почему-то наша администрация нам отказала в проведении шествия. Ну, предложила нам просто провести митинг, который сегодня мы проводим, ну и на это нам отказаться. Поэтому сегодня мы здесь собрались, но это не значит, что мы с вами больше не будем проводить подобные хаации, которые были 15 декабря. Мы будем проводить, я думаю, еще намного масштабнее, намного серьезнее и намного кратчнее, да, если так можно выразиться. Чтобы власти увидели не только наши местные самарские, но и наш многоуважаемый губернатор самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, чтобы обратил внимание на эти проблемы. Ну и, конечно же, чтобы и Москва очередной раз отдавала по шансу за эти подарки, которые нам готовят наши младцы. Ну а сейчас я хотел бы предоставить слово нашему товарищу, моему другу, первому святарю Самарского городского комитета комсомола, Татарокину Александру. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я на этом мероприятии агитирую ребят, студентов, друзей. Я стал слушать такую проблему. Ребята, как, это не печально, у нас смотрят телевизор. Смотрят телевизор, смотрят этот ящик и говорят мне, я им даю вопрос, смотрите, сейчас повышают стоимость проезда на 3 рубля. Буквально, если, правильно сказал Евгений, мы проводили 10 лет чейнг, и за 10 лет стоимость проезда увеличилась почти в 2 раза. Более, чем в 2 раза. Более, чем в 2 раза. Одни говорят нам, что? Да вы что, по телевизору сказали, что повышение, эти 3 рубля пойдут на зарплаты кому? Проводникам. На зарплаты водителям трамвая, водителям муниципального транспорта. Я говорю, почему, почему непосредственно за деньги населения должны увеличивать зарплату рабочим в муниципальном образовании? Почему это не делает непосредственно городской округ Самара, администрация городского округа Самара? Ладно, хорошо, допустим. Но если мы берем частные компании, вот так называемые газельки, которые ездят почти по всей Самарской области, это же частные компании, а не муниципальные. Там проезд стоит от 30 рублей и выше. Куда эти деньги идут? Кому на проезд? Водителям? Кому? Остается под вопросом. Ребята не знают, что ответить, но и не знают, что сказать, прийти или не прийти. Их давят, они хотят прийти на это мероприятие, но говорят, а что? А что дальше? Вот мы придем, постоим, а что будет дальше? Но я хочу сказать, что мы должны собираться, и мы будем собираться, чтобы нас заметили. Хоть нас сейчас и мало, но, как говорил Владимир Ленин, может ли сотня одолеть силу тысячи? Может и одолеет, если это сотня организована. Хочу сказать в конце кричалку такую, которую мы произносили на нашем марше, который проходил ровно месяц назад. Сказал же Ленин, ясно, Россия будет красной! Сказал же Ленин, ясно, Россия будет красной! Сел, да? Ну тогда, я думаю, можно есть. Сейчас, пановите, слава. Воров сильный, сами видите, прекрасная техника, даже не справляется с этим. Какие-то уже не запасные батарейки вставили, все быстро садится. Мы продолжаем, конечно, все правильно Александр Сорокин сказал, почему за счет наших с вами денег должны повышаться зарплаты. Мало того, что эти зарплаты и так не повышаются, говорят, что эти деньги должны идти именно для этого. У нас, я думаю, что не так уж и мало капиталистов наших местных, наших местных олигархов. Неужели нельзя их немножечко так вот потрясить, чтобы хотя бы на тысячу рублей прибавить зарплату? Для них это сущие пустяки, сущие копейки. Я помню слова даже товарища, ну не товарища, он, конечно, господин Иванов, депутат еще прошлого созыва, когда я выступал с проектом для детей войны. И тогда он сидит в жюри, когда я уже вышел в финал, он говорит, что это такое тысяча рублей? И, вроде, чего я вот пиарить, ну, дословно, ну, что-то такая. Типа тысяча рублей это копейки. Но если для этих олигархов, для этих депутатов, для этих капиталистов тысяча рублей это копейки, то для пенсионеров и для студентов, для тех, кто максимально незащищен, незащищенные слои населения, для них это действительно деньги. Сегодня они повышают на 3 рубля стоимость проезда, а завтра они начнут нас дальше швырять, дальше пугать и повышать плену не только уже на проезд, но и так далее. Что, собственно, мы это и видим. Поэтому мы сегодня с вами здесь и собрались и высказывали свою точку зрения, свою позицию. А дальше я хочу предоставить слово также нашему товарищу, первому штариуму Самарского Новокурнического городского комитета КПРФ. Это Авдалкин Михаил. Михаил, тебе слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые друзья. Буду говорить громко, без микрофона у меня, в принципе, нормально получается. Без слышь меня. Хотелось бы немного рассказать о проблемах соседнего Самары города, города Новокурнического. Недавно на сайте городской администрации был проведен опрос общественного мнения населения, нужен ли Новокурнический троллейбус или не нужен. Естественно, в таком загазованном городе троллейбус считается самым приемлемым, самым востребованным общественным транспортом. Его надо развивать, его надо обновлять. Но городская администрация идет по пути, наверное, имея что-то противление, спускает газельки, и всю прибыль, естественно, эти газельки увозят у троллейбусов, у автобусов. Поэтому Новокурническое городское отделение КПРФ сразу включилось в решение этой проблемы. Мы собрали пикет, на котором были собраны 800 подписей буквально там за час-полтора. Эти подписи мы положили на стол вновь избранному мэру. Город Новокурнический, помяну Владимиру Николаевичу, отправили. Требование к губернатору Самарской области Дмитриевичу Азарову, требование разобраться в ситуации и ликвидировать троллейбусы, как общественный транспорт, а развивать, обновлять, складывать в это деньги. Народ требует, чтобы общественный транспорт развивался в городе Новокурнический. Поэтому транспортная проблема у нас сейчас очень остро строит. Мы ее не будем забывать и на предстоящем митинге 9 февраля, который пройдет в 11 часов на площади Неделеева. Мы транспортный вопрос будем также поднимать. Помимо того, будет вопрос экологический, будет вопрос по развалу системы горохранения в нашем городе. Потому что это просто ужасная ситуация. Люди в 20-градусный мороз мерзнут в больницах, лежат и мерзнут. Потому что там ни отопления, ни горячей воды нет, ничего. Поэтому мы приехали поддержать Самару, просим самарцев приехать 9 февраля поддержать Новокурнических. Потому что это очень важно. Важна солидарность. Если власть имущие будут видеть, что мы друг друга поддерживаем, что мы друг за друга, а не друг. Так же, правильно сегодня до митинга пикета было сказано, что надо бороться с причиной, а не со следствием. Значит, повышение платы за общественный транспорт, отказ от троллейбусов, как важного для Новокурнического экологического транспорта, так же невыплаты заработной платы работникам Новокурнического ПТП. Это все следствие единственной проблемы современной капиталистической, олигархической власти. К сожалению, в 16-м году, когда были выборы в Государственную Думу, мы все с вами, потому что я себя от общества не отделяю, избрали такую Государственную Думу, которая, имея все права на то, чтобы полностью унизить и оскорбить российский народ. Они там, конституционное большинство партий Единой России, делают, что хотят. Просто, просто принимают законы эти народные, и им за это совершенно ничего не будет. Поэтому давайте бороться с причиной. У нас все на этого рычаги есть. Есть ручка, есть бюллетень, в который мы можем поставить жалочку напротив партии, которая действительно будет отстаивать интересы человека труда. Такая партия есть. Коммунистическая партия Российской Федерации. В 19-м году был выбор в Городскую Думу. Это вот я обращаюсь, потому что тут ровно курицей мало, обращаюсь к подписчикам Олега Фиксера, к тем, кто будет смотреть из Горного Акутика, прийти на избирательные участки и просто, мирно, тихо, спокойно проголосовать за КПРФ. В 21-м году будут крупные, большие выборы в Губернскую Государственную Думу. Чтобы таких антинародных законов больше не было, чтобы такие вопросы и такие пикеты на морозе мы больше не делали, прогонять Единую Россию долой, шею пинкаем под зад, извините. Все, спасибо. Можно я. Сейчас, сейчас, Вячеслав. Дмитрий, спасибо большое за яркое выступление. Я абсолютно согласен и солидарен с Мухаилом. Необходимо консолидации сил. Необходимо, чтобы не только местечковые проблемы решались с местными своими гражданами, а необходимо сделать так, чтобы и город Самара, и город Новокурж, и вся целая область, и страна, и все, что там пошло, должны решать проблемы сообща. И неважно, кто возраст, студенты, пенсионеры, службы или рабочие, если проблема касается определенного уровня населения, ну, должны выходить не только они, а должны выходить людей. И хватит буквы все, действительно, на кухне, говорить о том, что как все у нас хрено, какие власти плохие, а они хрена ничего не делают. И все боятся выходить. И даже сегодня, мы выходим на светокон. А действительно, когда стояли, раздавали, студенты, взрослое поколение, я говорю, да, нужно не только бороться за общественный транспорт, не только бороться за то, чтобы понизили свой проезд в общественный транспорт, а нужно быть властью брать. Когда, я говорю, что вы будете уже бороться? Я говорю, так давайте выходить, давайте делаем деньги. Ну, нежно, вот смотрите, насколько у нас было. Но ничего, это очередная наша проба, так что мы будем делать выводы. В следующий раз, когда восходится проводить этот пресс, и будем дальше обосниматься. А сейчас хотелось бы достать слово, за личность у вас, нашему товарищу, очень рад, что он сегодня к нам приехал. Это Сергей Подалкин, он является координатом левого фронта, приводка в федеральном облике. Селись, тебе слово. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я живу в городе Пензе, я являюсь координатом движения левого фронта по Паволу. Вот сегодня я пришел на этот митинг поддержать жителей Самары, новых выпусков, потому что у нас в Пензе сложная проблема. Еще несколько лет назад власть лишила льготного проезда школьников и студентов, потом началось полномерное уничтожение муниципального общественного транспорта. В последствии сейчас есть компания Монополит, которая занимается общественными перевозками. они обоскрутили муниципальные предприятия, продавали за смешные деньги городские автобусы. И сейчас такая же проблема, вот как товарищ Новокульс вступал и рассказывал, хотят ликвидировать троллейбусы. То есть последние муниципальные троллейбусы, которые были, их продали за бесценок, за 20-30 тысяч рублей. И сейчас непонятно, одно время те, кто приезжал в Пензу и садились в троллейбус, смеялись, что у вас, говорит, троллейбусы обслуживают, там, на билетах питались, ну, в Пензе лик. Мы, говорит, не в троллейбусе, а в лик. Вот их там зербанили, зербанили. В итоге сейчас они в частных руках, и тоже задается вопрос о том, чтобы их полностью ликвидировать. И наши пенсионские комсомольцы проводили несколько таких протестов против ликвидации троллейбусов, в защиту общественного транспорта и так далее. Владеет всем этим бизнесом, общественным перевозом депутат Фензской городской думы. Вернее, их было два депутата, естественно, от единой России. Даже изначально было три депутата. Один сейчас находится в Бигах, живет в Италии, там, в Фейсбуке, и он складывается интересные посты, как он живет коктейльчики на берегу моря. А до этого они были причастны к банкротству у Тарасского авиационного завода. Вот, и у Сараба открутить муниципальные пассажирские предприятия, да, ничего не стоило этим людям. Сейчас остался там один депутат от единой России в городской думе. Вот он там уже, значит, уже несколько сессий подряд встречает его. Первый раз пришли, в третью его на кредитах городской администрации, свернули ему в лицо фальшивые купюры денежные, чтобы подподавить этими деньгами, которые там требовало от города. Второй раз, значит, он пришел на сессию, говорит, вот, там на меня напали, хотели меня избить, хотя никто его там в пальцах не трогал. Ну, давайте, вот, надо с этими людьми работать, давайте пройдем круглый стол. Нашел месяц, значит, никакого круглого стола нет, мы там уже сами пришли и принесли к администрации круглый стол. И этот депутат уже несколько сессий подряд заходит в здание администрации, там, здесь черный ход, с каким-то тайными тропами, либо вообще не приходит. Они даже приносили для него женское платье, там, как вот в Керенке, да, убегал, там, значит, так и этот депутат делает. И вот, может быть, вот такие яркие акции, которые привлекают внимание, да, там и журналисты с большим интересом что-то освещали, вот, а это позволило, вот эти акции позволили сохранить госсбот. То есть они хотели, может, уменьшим количеством госсбот поездок для пенсионеров, например, у студентов и у школьников уже отняли, вот у пенсионеров еще есть. Хотели отнять. Вот после вот этих акций, когда общественность обратила на это внимание, удалось сохранить хотя бы вот это. То есть вот такие методы и формы борьбы, я думаю, тоже стоит использовать, потому что митинг, Ну вот сегодня, может быть, еще издал, что будет не день, да, не так много людей с фуралом. Ну, завтра все выходные. Ну вот, если мы будем такие формы работы использовать, я думаю, что будет какой-то эффект. Вот. Вы молодцы, конечно, что вы приходите, что боретесь, что поднимаете эти системы. Вот. Я думаю, что мы как бы информационно будем стараться тоже это поддерживать. Спасибо. 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 Я хочу сказать, что товарищи из Пензи, который выступал, Сергей Паталкин, рассказал ситуацию, что происходит у них в Пензи. Ну, собственно, ситуация, она почти под копирует. Что у нас абсолютно везде, в каждом регионе, я убежден, что не только в Пензи, не только в Тамарском, власти местные делают максимально так, чтобы уничтожить транспорт муниципальный, которые обслуживаются именно в городе. И сделать все возможное для этих участников, которые есть на этих москутках максимально неудобно. Но так для того, чтобы, я не знаю, какой у них интерес, конечно, они пришли, может быть, там кто-то вдоль или еще как-то. Это, конечно, остается загадкой. Но результат мы видим, и это происходит. Это происходит не только у нас в Пензи, но и в других регионах. И это тенденция системная. Поэтому нужно бороться в целом с этой системой. Нужно бороться только по общей другим граммам, но и по другим граммам. Давайте. Я предоставляю слово. Наконец-то. Я вот тебе скажу. Наши товарищи. Я вчера посмотрел в интернете, набрал ключевые слова. Молодежь и капиталисты. Вы знаете, там что? Оказывается, новая молодежь, да, вы правильно говорите, там, бороться надо, после того, как Советский Союз, то есть Советская власть не стала, да, вот, спасения молодежи, она больше за социализм, а за социализм, чем в прошлом поколении. Вот прямо вот во все. Они за социализм. В Америке там и все. А потом еще я вот вчера был в библиотеке, смотрел газеты еще раз в 93-й годе. И я вам вот что скажу. Вот вы сейчас делаете митинг, да, вы обращаетесь к властьям. Но я вам скажу, ваш митинг эти власти, во-первых, не покажут. Нигде ни одной, ни одной из каналов никто вам не покажет раз. В интернете будет. В интернете бабушки, дедушки, там, и прочий народ не смотрит. Вот дальше я вам что скажу. Вот 93-й год не покажут. Вы, спросите, к властям обращаетесь, да? А что вы к властям обращаетесь? Да, вот смотрите. Вот когда вот произошли эти события, да, там, кстати, били этих, мальчика 15-летнего смотрел, там били финалик, все там эти дубиной, там женщиной дамон били, да, все там, детей убивали 4, вот 15-ти лет, 15-ти, может, и в моей странице даже не купили. Но я вам что хочу сказать. Вот думали, вот раньше, да, у нас в верхах там коммунисты, они плохо делали. А вы знаете кто-то? Во-первых, есть, на топ-команды, слушайте. А вот министерство сейчас и закрыло правду на месяц. Повелелось поменять из-за своего главного реакции редактора и сменить, значит, название, там еще что-то я запыл. Вот, и ОМОН, и все. Они все там были наверху, они коммунистами, может, были, да? Но они... И ЦК, КПСС, пожалуйста, Горбачев, Ельцин. То есть, там на властях, да? Не коммунисты делают, они сейчас. Вы думаете, сейчас откуда власти? Вы думаете, они вам что-то делают? Да никогда! Никогда! Они вам ОМОНов когда-нибудь по башне надают. Ну, такое, конечно, нахипело. Если они почувствуют, что это не так, они вам устроят... А я хотел бросать славу нашему молодому комсомольцу. Не так давно вступившему. Я представляю слово Степкину Борису. Борису. Я чем-то так... Красавец. Студент. Подпишем. Отправляюсь всех, кто днём студента. Хочу рассказать маленькую историю. Этим летом я с друзьями собирал подписи протеста против пенсионной реформы, поднятия цены бензин, продукты и услуги ЖКХ. Когда мы собирали эти подписи, были люди, которые нам говорили, ну, что это изменит, как это повлияет, или нам это неинтересно. И нам с друзьями было... Просто... Удивите, как в нашей стране, в нашей любимой стране, есть люди, которым неинтересно, которым всё равно. Но, к счастью, таких людей было очень мало. Практически вся молодёжь подписывалась под наши пятисты. От 20 до 35 лет люди даже не давали нам договорить. Брали у нас листы и подписывались. И это нас радовало. Раньше была шутка, которая собирала сотни лайков за час. Если россиянин доживёт до пенсии, он в скором времени должен будет заплатить за этот штраф. Смешная шутка была тогда. Но сейчас говорят, не каркай, не надо говорить и так далее. Это не смешно уже. И я, как представитель молодёжи, могу сказать, мы против поднятия цен на бензин. Мы против поднятия цен на услуги ЖКХ. Мы против поднятия цен на проезд. Спасибо. Они так и будут. Он обалдучий капиталист. А теперь получится. Хочу сказать, что ещё отметить, что у нас отсутствует товарища из Бесрочки. Бесрочка, кто хочет что сказать? Я ещё забыл сказать. Спасибо, что пришли. А кто ещё хочет выступить? Микрофон, скажем так, у нас поподлинный микрофон уже сломался. Ну ничего, у нас сегодня не так много, но мы в тельняшках, мы дальше будем продолжать. Пороться на наши с вами права, отстаиваясь интересы. Вот я сейчас слышу, спрашивают толпы, кто это проводит и что это такое. Организатор этого публичного мероприятия является Ленский комсомол. Ленский комсомол – это молодёжное крыло КПРФ. Это прогрессивная молодёжь, которая в себе объединяет людей от 14 до 35 лет, в которой есть и учащиеся, и школьники, и рабочие, и служащие. Мы – та самая молодёжь, которая стоим на принципиальных позициях вот, например, учащиеся Ленина, наложенные Ленину, Марксом и Энгельсом, основные постулаты. Мы – идея преемника того комсомола советского времени, и мы продолжаем отстаивать интересы трудового народа. Вот, собственно, кто мы такие. Сегодня у нас присутствует товарищи с Левого фронта, товарищи с Бесрочки. Всем, кто сегодня пришёл, огромное спасибо. А теперь я предлагаю зачитать резолюцию и проголосовать. Поддерживайте вы данные требования, которые будут направлены выше нашей органы власти. Я представляю слово зачитывание резолюции Александру Сорокиму, первому старю, самарского комсомола. Товарищи, мы отправим эту резолюцию в главе администрации городского округа Самары, влаточной губернатором Самарской области по помощи правам человека и председателю Самарской области. Резолюция. Мы – участники митинга «Молодёжь против высоких цен» на проезд 1 февраля 2019 года в городе Самара, в сфере Родины. Выступаем категорические просьбы и требуем ввести мораторий на тарифы проезда в общественном транспорте города Самары и всей области, так, как зарплаты населения не растут, а цены на проезд каждым годом только растут и идут вверх. Второе. Передать транспорт в муниципальную собственность. Удалить участников с маршрута, что позволит увеличить автобусные парки и частоту движения во всем городе. Третье. Увеличить автопарк маршрутов 50, 67, 51 и вести маршрут автобуса, аналогичный маршруту моторки 210. Четвертое. Отказаться администрации и Думе городского округа Новокурбышевска от идеи ликвидации троллейбусных маршрутов, так как это повлияет еще больше губительно для экологической ситуации Новокурбышевска. Ответ прислать Самарскому городскому комитету КПРФ. Товарищи, давайте проголосуем. Кто за данную резолюцию, кто за? Кто против? Кто выдержал единогласно? Спасибо, товарищи. Спасибо. Так, ну... Спасибо, давайте. Резолюцию мы... Да-да-да, сейчас, вот он в другой задал. Эту резолюцию мы обязательно направим, куда, собственно, Александр зачитал. Хочу сказать следующее, что этим митингом, пикетом мы, конечно, завершать не будем. Это очередной раз мы просто сегодня с вами собрались консолидироваться, посмотреть, на что мы способны, на что способны власти, как они нас защищают, да? Между прочим, спасибо нашим полицейским, которые сегодня вместе с вами мерзнут, вместе с нами мерзнут. Вот, мы с вами будем дальше продолжать бороться за наши с вами права. А в следующий митинг мы будем делать либо в конце февраля, либо в начале марта. Мы будем проводить каждый месяц митинги. Давайте вместе, сообща, решать эти проблемы. Меня можно найти ВКонтакте, Евгений Яндуков, группа «Красная Самара», это, значит, группа Ленинского комсомола. Пишите о своих пожеланиях, пишите о своих проблемах. Давайте работать вместе. Давайте защищать и бороться за наши права сообща, а не каждый подельный. Я знаю, что есть огромное количество людей, которые хотели бы прийти, но не могут там запрещать на работе. И кто-то студенты под предлогом, если пойдешь, мол, там проблемы. Такое было. И мы ходили вместе с комсомольцами, нашими оставили. Я разговаривал с деканом одного из вузов, когда были такие проблемы. Потом, когда начинаешь с ними общаться, уже с этноцет, они начинают немножечко бронзовитость свою терять. И потом, да ну да, почему бы нет, так происходит. Так что мы будем одной большой командой отстаивать каждого нашего, кто придет на наши публичные мероприятия. Если какие-то проблемы будут у вас на работе, либо в университете, или еще где-то, пишите об этом, говорите, не стесняйтесь. Видео, которое сегодня записывали, это Олег Пикса, блогер, можно его найти на Ютубе, записывал он и прошлое наше видео, поэтому можно взять информацию тоже оттуда. О том, что когда будет следующее публичное мероприятие, смотрите, в группе «Красные Самара» и, конечно, также у блогера Олега Пиксона. Давайте работать вместе, давайте бороться вместе. Еще кто-то хотел сказать? Ну, я вот хотел сказать, если, допустим, вот реально есть какие-то проблемы у студентов, типа якобы говорят, что придешь на митинг, и ты очистен, наоборот, не надо бояться, надо приходить, и надо наоборот вузовский шухер поднимать, я считаю. Вот, сто процентов я с тобой согласен. Приходить туда с камерами, всех снимать. Конечно, потом, вот такие проблемы у тех, кто пугал их, а зато потом этот парень спокойненько закончит университет, либо учебу и проблемы у тех, кто пугал их. 23 февраля мы будем в Советскую Армию или в Зачите Катич? Здесь в Советской Армии, конечно. Поэтому огромное всем спасибо, те, кто сегодня пришел. Мы с вами сегодня померзли не просто так. Эту резолюцию мы им отправим, и, конечно, будем ждать ответа. Будем собираться дальше и бороться за наши права. Всем спасибо. На этом наше публичное мероприятие окончено. Мы не уйдем! Мы не уйдем! Мы не уйдем! Мы не уйдем! Все, всем спасибо большое. Обязательно горящий ухею по пенсии. Комсомольцы, не складывайся. Давайте, иди сюда. Давайте, иди сюда. Давайте. Давайте, иди сюда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok